На телеканале Россия. Время региональных вестей. Это Вести Ульяновск. В студии Артём Петров. Здравствуйте. И вот о чём мы сегодня расскажем. Контракты жизненного цикла или новые правила для подрядчиков. Сколько и как теперь они будут обслуживать дороги? Завал же автомобиль реанимации с пациентом. 15 минут не мог выбраться из снежного плена. Выталкивать машину помогали неравнодушные люди. Видео уже набрало свыше 40 тысяч просмотров. По следам послания президента, где помогают малышам с железным характером. У ребёнка много лучше стал читать и речь у нас поправилась. Из Ишевского реабилитационного центра для детей и инвалидов. Репортаж Павла Игнатьева. Итак, свыше 40 тысяч просмотров в социальных сетях уже набрал ролик, на котором легковой автомобиль пытается вытащить карету реанимации из снежного плена. Медики застряли в минувшие выходные во дворе 78 дома по улице 9 мая. Это в Заволжском районе. Очевидцы сообщают, что операция по спасению автомобиля реанимации длилась около 15 минут. Всё это время в машине по нашим домам. На носилках мы увидели это с балкона, потому что на носилках принесли люди, машину донесли и вложили в реанимацию. Вот реанимация начала 5 сетей назад и застряла. Я начал одеваться, побежал на улицу, взял ключ от машины, сразу подъехал, пытаюсь... Ну тут люди ещё много, людей выбежало. Просто на видео не видно. Я как бы спереди пытаюсь себя машиной вытянуть, а люди толкают сзади. Какой-то беспредел. На станции скорой помощи пояснили. Коллективная спасательная операция прошла успешно. В течение 15 минут бригаду выталкивали. Машина выехала, пациентку доставила в стационар. Сейчас её жизнь ничего не угрожает. В считанные часы после того, как видео разлетелось по социальным сетям, глава Завурского района Наиль Юмакулов в своём твиттере опубликовал отчёт «Дорогу во дворе расчистили». Сейчас там работает наша съёмочная группа к этой теме. Уже в следующих выпусках мы обязательно вернёмся. Новые ГОСТы, стандарты качества и принципиально иной подход к ремонту дорожного полотна. Всё это предполагает национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отныне подрядчики будут нести ответственность за участок не только по гарантийному ремонту. Олег Цюрин о контрактах жизненного цикла. Средства федеральные, средства региональные, а проекты должны быть национальными. Один из них – безопасные, качественные автомобильные дороги. Если 2018-й, по словам дорожников, для Ульяновской области в целом завершился положительно, то требования уже к 2019-му предъявляются значительно выше. Теперь дороги должны не только отвечать всем современным требованиям, но и стать безопасными. На эти цели Дорожный фонд в софинансировании с федеральным бюджетом получит около 6 миллиардов рублей. Мы тоже стараемся перейти уже на новые асфальтобетоны, на новые методы испытаний. И маркировка другая уже будет. В связи с этим закупаем оборудование, очень дорогостоящие оборудования. Первая часть вот в этом году мы купим, это оборудование в районе 8 миллионов, пока еще только полностью оборудовать лабораторию необходимо, где-то 25 миллионов. Кроме этого, средства пойдут на формирование устойчивой транспортной сети, которая соединит города и населенные пункты с областным центром и опорной сетью федеральных дорог. Наряду с этим планируется изменить и формат работы с подрядными организациями. Своеобразным нововведением станут контракты жизненного цикла. То есть у нас подрядчики, начиная с этого года, будут не просто отвечать за качество проведенного ремонта в рамках гарантийного срока, но и теперь в рамках всего гарантийного срока подрядчики будут содержать автомобильные дороги после проведенного ремонта. И в случае возникновения каких-либо дефектов, несоответствий к дорожному покрытию, которые самостоятельно будут за свой счет, именно при содержании, уже устранять вот те дефекты, недостатки, которые будут. Плюсы таких контрактов видят и представители депутатского корпуса. Они наряду с общественной палатой будут контролировать эффективность потраченных средств. Наверное, какие-то законы уже пора менять и вносить свои предложения, чтобы контракты были долгосрочные, чтобы дорожные службы были заинтересованы в результатах своей работы. Они так, что сделали, на следующий год они не знают, выиграют они, аукцион не выиграют. Мы будем очень жестко вместе со всеми структурами, которые есть в Ульяновской области, и общественной палатой, и депутатским корпусом Ульяновской городской думы, Димитровграда и других муниципальных образований. Пройдем каждый метр. Сам национальный проект рассчитан на 6 лет. По итогам его реализации будет оцениваться работа всего областного правительства. Олег Тюрин и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. В Ульяновском техникуме железного дорожного транспорта подвели итоги месячника патриотического воспитания. Среди участников конференции студенты, педагоги и представители городских НКО. Они рассказали об опыте проведения мероприятий в учебных учреждениях. Самых активных участников отметили профильными грамотами. Сегодня ребята приехали сюда поделиться своими впечатлениями о том, какие это были мероприятия, какие из них были эффективными, какие проекты они хотят продолжать дальше. И вынесут это на обсуждение всех студентов, которые сегодня здесь присутствуют, и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. Некоторые студенты представили свои исследовательские проекты. К примеру, Илья Изевлин в архивах в библиотеках по крупицам собирал информацию о своем дедушке. Я узнал, за что у него есть ордена, медали, как они брали Кёнигсберг. То, что когда я читал и находил на нем материал, я почти полностью погружался в него и чувствовал себя на его месте. Это было такое смешанное чувство, то, что с одной стороны приятно, как-то вызволяет себя, а с другой стороны то, что это страшно и непонятно, что дальше будет. Следующий месячник патриотического воспитания будет приурочен уже ко дню Великой Победы. Одна из ключевых тем, которые озвучил президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию страны, это поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов. Помощь им оказывают в специальных центрах реабилитации. О малышах с железным характером. Павел Игнатьев. Это хорошая. Правильно, свинья. Свинья. Так, молодец. У общительной Ани Елисеевой друзей хватает. С некоторыми она познакомилась совсем недавно. В Ишевском центре реабилитации есть чем заняться. Ну, читаю я, расскажу всякие, песни пою. Хрупкие и, на первый взгляд, беззащитные. Местные дети делают большие успехи. Каждый день, преодолевая себя, малыши с железным характером, шаг за шагом приближаются к полноценной жизни. Прогресс есть большой, конечно, конечно. У ребенка много лучше стал читать, и речь у нас поправилась. Специалисты центра работают не только над речью. Социальный педагог, логопед, психолог и специалист по адаптивной и физической культуре могут выслушать, успокоить, а кого-то и вовсе поставить на ноги. Сейчас в регионе действует 14 подобных отделений. Но появиться они должны в каждом муниципальном образовании Ульяновской области. Первая задача этого центра – это максимально приблизить доступность реабилитационных услуг для семей с детьми и инвалидами. И вторая задача – это, конечно же, обеспечить непрерывность реабилитационного процесса, который получают детки в специальных учреждениях. Этот центр открылся еще в прошлом году. Некоммерческая организация «Солнце» для всех выиграла президентский грант на 3 миллиона рублей. Деньги пошли на обустройство трех реабилитационных отделений – местного, Теренгульского и Новомалоклинского. Свыше 200 детей получают помощь именно там. Но не только они. Поддержка нужна их родителям. Ведь основная реабилитация проходит дома, напоминают специалисты. Здесь конкретные задания, конкретные цели. То есть, приходя к нам, родители описывают основную проблему, и, соответственно, мы пытаемся ее решить. Потому что чаще всего врачи дают размытые рекомендации. То есть здесь мы работаем по определенным проблемам, задачам. Задачи, на первый взгляд, простые. Правильно ребенка посадить и поставить на ноги. Накормить и научить самостоятельности. А главное – не навредить здоровью и психике. Окружить заботы и создать особые условия для особых детей. Павел Игнатьев, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск из Ульяновского района. В Литературном музее Дом Языковых открылась выставка «Оллу Каморье». Авторы картины рисунков – воспитанники 7-й Ульяновской детской школы искусств. Она уже не первый год сотрудничает с музеем. На этот раз выставку посвятили 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Отмечать эту дату будут в 2019 году. Иногда думаешь, как ребенок в 11-12 лет может изобразить Пушкина. И с таким интересом, и вплетая его сказки, его поэмы, его просто лицо. И удивляясь, вообще просто фантазия детей. На творчество юным художникам отвели два месяца. И, как рассказывают в школе искусств, дети ответственно подошли к конкурсу. Они изучали факты о великом русском поэте, читали или перечитывали произведения, спрашивали советы у взрослых. Как итог, в залах литературного музея появилось больше 50 работ. И, как признаются преподаватели, сделать выбор порой было непросто. Меня вообще очень сильно удивили почти все дети. Очень сложно, как педагог, выбрать кого-то конкретного. Но для каждого ребенка эта выставка стала такой ступенькой к дальнейшему самосовершенствию. Каждый ребенок в своей работе переступал какие-то неудачные моменты, совершенствовал технику, образы. Каждый ребенок раскрыл именно свой взгляд на творчество. Выставка, посвященная творчеству Александра Пушкина, будет действовать в Литературный музей Дом Языковых не менее месяца. В завершении выпуска о спорте в Ульяновской области выявили сильнейших борцов по Волжье. В спортивном комплексе «Орион» прошло первенство округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Я занимаюсь в бой в пятый год. Мне нравится эта борьба, что просто люди борются и выигрывают, может, чемпион не стать. Но мы в этот город приехали вчера, мы ночевали тут. Ну, в результате этот город у меня нормально. Все вроде... Соперники тоже очень сильные. Задача этого первенства – отобрать сильнейших спортсменов, которые представят сборную команду Приволжского федерального округа, состоящую из 14 территорий, которые развивают вольную и женскую борьбу, именно на этих соревнованиях. Сегодня мы здесь собрали 280 человек, и все эти спортсмены уже являются победителями своих областей, республик, краев. Соревнования традиционно посвящены гибели роты псковских десантников, которые 19 лет назад остановили международных террористов в Аргунском ущелье. Там было 13 наших приволжцев, которые погибли в бою. Один из них стал героем – это житель Ульянска Дмитрий Кожемякин. Мы их помним, помнили и будем помнить всегда. И вот эти молодые ребята, которые спортивная жизнь, она короткая, потом поступит кто-то в военный учитель, кто-то будет служить в армии. И это наши будущие защитники. Я в дальнейшем хочу стать военным. Говорят, что если стать кандидатом мастера спорта, можно добавить баллов в свой счет. И легко поступить в военное училище. Мне нравится, чем они занимаются. Они защищают родину, они занимаются спортом. В сестерах приняли участие около 300 юношей и девушек до 16 лет практически со всех регионов округа. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной ПФО. И сразу же после наших вестей авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». Предельная откровенность главного героя в студии. Готовность говорить не только о хорошем, но и о самом сокровенном. «Судьба человека» — это причудливый узор из времени, событий, обстоятельств и людей. Не пропустите. На этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание и до встречи на телеканале «Россия». «Секунду».